здравствуйте всех приветствую на нашем прямом эфире тема у нас сегодня градиент мы будем выполнять градиент на основе коллекции last and time это новая наша коллекция осень зима она у нас представлена в виде 8 цветов такой потрясающей коробочки очень кстати удобно цвета стоят не перетекают есть можно и хранить в таком виде 8 цветов я подготовила такую небольшую палитру это те градиенты которые я сделала на основе этой коллекции очень классно цвета смешиваются друг с другом различные вариации и только что я проводила эфир в инстаграм и вот добавила три вот этих цвета то есть три варианта градиента мы выполняли в эфире сейчас я хотела бы вот в такой тональности поработать рассказать вам о особенностях градиента на самом деле вариант вот на мой взгляд максимально простой максимально комфортно для мастеров потому что как правило мастера боятся бояться градиент выполнять бояться френч рисовать потому что долго заморочисто здесь мы максимально упростили нам сегодня понадобится для работы собственно говоря новая коллекция так как цветовое сочетание вот такого плана я буду выполнять мне понадобится 390 394 цвета ну и посмотрим еще там в виду еще один какой-нибудь цвет выберу посмотрим по ходу пьесы можно кстати в зеленый что еще нам нужно нам понадобится акриловая пудра потому что градиент мы будем выполнять по акриловой пудре важной особенностью является то что акриловая пудра должна быть максимально мелкая такая пылеобразная чтобы она была очень очень мелкозернистая я немножко тут косикнула с утра я взяла пудру которая немножечко видно по баночке видимо влага попала на немножечко подоцерила и пошла у меня небольшими комками то есть вот такая текстура как в коробочку просто пересыпала как у меня видите с небольшими комочками это не очень удобно потому что получается крупновато я просто хотела добавить себе материала работу на самом деле немного усложнила но работаем с тем что есть я думаю что справимся на предыдущем эфире у нас это получилось также нам понадобится для работы бы из гель это классическая база топ т класс и топ вельвет при необходимости работать я буду сегодня на типсах работаем на типсах выполнять будем держать для типсы и такая наша стандартный вариант жвачки на которую мы фиксируемся фиксируя типс предполагается конечно же мы работаем на клиентах на живых людях не на типсах мы все это делаем предполагается что мы выполнили маникюр выполнили укрепление выравнивания ногтевой пластины например гель лаковой техники либо в гелевой коррекцию сделали то есть здесь значение не имеет и подготовленный ноготок нам необходимо перекрыть базовым покрытием важным нюансом является то что базу нужно покрывать максимально тонко нам нужно создать дисперсию на поверхности никакого укрепления там капельки перевернули на этом этапе мы не выполняем ноготь у нас уже готов потому что градиент выполняется с применением акриловой пудры соответственно плюс у нас идет два слоя цвета получается дополнительная толщина и вот чтобы не испортить изначально качественную хорошую архитектуру мы наносим максимально тонко и все излишки убираем бы из гель я нанесла на непросушенную базу я наношу акриловую пудру я прямо присыпаю и излишки отряхиваю сразу в свою емкость для хранения пудры излишки убираем пудрой вы можете любой пользоваться совершенно главное чтобы она была очень очень мелкая контролируйте чтобы на типсах не осталось участка но на пальчики клиента не осталось участка с блеском то есть полностью вся поверхность должна быть качественно присыпана отправляем лампу сушиться на 30 секунд подсушиваем в течение 30 секунд далее мне понадобится щеточка для того чтобы излишки пудры с поверхности убрать также мы будем пользоваться кисточкой для градиента и обязательно в запас я готовлю пинцет для того чтобы если какие-то попадутся мелкие частички там волоски до что воздухе летает крошки чтобы можно было оперативно убрать и влажная салфетка которой я буду убирать излишки цвета то есть я буду ей очищать кисточку для градиента постоянно ее готовить у меня подсох первый слой излишки пудры я убираю важно тщательно очистить поверхность вот максимально чтобы не было пудры на поверхности проконтролировать что у нас все сейчас я попробую почему-то в контакте фокус у меня не приближается чтобы максимально было ровно обращаю внимание на торец то есть если у вас попало по торцу можно взять пилочкой и по торцу аккуратненько пройти чтобы в итоге у клиента ногти получились не как наждачная бумага с хорошим ровным гладким торцом который вы потом перекроете естественным финишным покрытием таким образом убрали и далее я беру в работу цвет инфинити номер 390 очень красивый насыщенный цвет он классно смешивается также я беру в работу номер 394 сначала сделаю из двух цветов и потом дальше немножечко усложним задачу цвет набираю цвет максимально максимально минимально моя задача втереть цвет в текстуру в текстуру акриловой пудры чтобы полностью он туда проник то есть без излишек излишки цвета нам здесь не нужны потому что задача именно работать втирающими вбивающими движениями далее я беру второй цвет выкладываю прям стык в стык здесь смотрите конечно полет фантазии мастера в каком сочетании цветовом вы это делаете плюсы работы именно вот с акриловой пудры почти мне нравится вот именно этот вариант во первых он простой получается хороший эффект то есть это хорошо смешиваются с друг другом и здесь можно сильно не заморачиваться с плотностью бывают цвета разной плотности и когда мы делаем градиент классическим способом если один цвет более прозрачный другой плотный смешать их фактически нереально чтобы это было ровно и классно особенность работы здесь такая что кисть я буду фактически всей плоскости укладывать на поверхность не под 45 градусов как мы в классическом варианте работаем а полностью я укладываю и начинаю делать достаточно длинные давайте прям поближе достаточно длинные такие стирающие движения как будто я хочу материал с поверхности просто стереть дохожу до носика когда я вижу что мне на кисти сверху образуется цвет выходит прям глянцевый становится я кисточку очищаю в процессе влажной салфеткой наступила очистила дохожу до конца до самого носика кисточку очищаю то здесь буквально в не в несколько движений не сильно таких заморочистых мы сразу видим что цвета начинают все просто бомбически смешиваться друг с другом сразу получается классный чистый переход то есть это вообще просто супер вариант на мой взгляд очень кайфово получается и к носику я например хочу вот на самом носике сохранить такую чистоту изначального цвета поэтому я на носике прям снизу вверх чистоту цвета это чуть-чуть подтягиваю хочу чтобы было немножко побольше сразу если вы видите где-то там граница чуть неровненькая прям по месту растушевали излишки сняли здесь небольшая травянистость появилась просто как бы промокнули излишки цвета на непросушенный цвет я возвращаюсь к акриловой пудре и на непросушенный слой я присыпаю присыпаю также акриловую пудру таким образом чтобы она у меня полностью перекрыла всю поверхность и не оставалось глянцевого блеска нигде перекрываю вот сразу мне понадобится пинцет потому что если какие то вы видите что волоски прилипли мы сразу это все должны обязательно убрать полимеризовать на поверхности это не нужно отправляю в лампу сушиться на 30 секунд цвет у меня просушивается акриловая пудра полимеризуется и также излишки мы начнем снимать при помощи кисточки пока у меня просушивается в чистом виде коллекция last and time вот так выглядит это очень красивые плотные насыщенные цвета осенне зимние актуальные в этом сезоне очень красивые получаются как в чистом виде так и в градиентах тоже в следующем сезоне прям можно приоткрыть немножечко завесу совершенно точно могу сказать что в следующем сезоне градиента будет ну очень много мы будем активно с ними работать нас и будут и дизайн и все то есть градиент вообще сейчас просто в тренде поэтому я рекомендую вам потренироваться уже уже сейчас вот именно сочетание вот этих двух цветов она из вообще всей коллекции самое сложное то есть нужно прям максимально аккуратно работать и и максимально хорошо втирать их друг друга чтобы они хорошо смешивать потому что пигменты у них такие достаточно плотные еще раз я возвращаюсь к второму слою здесь смотрите все зависит от того цветового сочетания которое вы хотите то есть если вам хочется там чуть больше фиолетового и меньше синего то меняйте в других пропорциях выкладывайте видите я делаю прям этот слой прямо в нахлёст в нахлёст потому что второй слой я буду максимально вытирать один цвет втирать в другой и делать так чтобы он меня максимально провалился в частички между крупиночками акриловой пудры кисточку буду держать по такому же принципу укладывать ее полностью на поверхность видно сразу излишек много нанесла сразу цвет чищу даже не буду переходить на второй прям излишки сразу буду убирать и пошла движение движение достаточно размашистые они такие вот прям крупные крупные длинные то есть я фактически вытираю вытирают свет с поверхности излишки опять сняла с кисти пошла к носику спустилась на носике так как я и хотела сохраняю в чистом виде второй цвет здесь у меня еще легкая травянистость она именно по той причине что много много цвета много материала когда я ее прям с чищу совсем нет а травянистость уйдет на смешается очень хорошо очень очень хорошо смешиваются не друг с другом эти прям идут до самого свободного края кисточка у меня аж расплющивается потому что я такое достаточно большое давление на кисточку оказываю так еще раз возвращаюсь когда мы работаем на клиентах девочки конечно же мы должны сделать отступ от кутикулы да вы это понимаете всегда у нас здесь остается чистый более чистый цвет поэтому делайте отступ от кутикулы потом просто перед просушкой подтягивайте подтягивайте и все смотрите очень очень просто крупные размашистые длинные движения с большим таким с большим шагом и финиш на видите под на носике я финиш на тушевочку такую делаю чтобы мне максимально плавность сохранялась смотрите как классно смешивается опять весне тут мне вчера эфир весь сегодня не могу сказать почему в контакте очень сильно зависает вчера вообще эфир не смогла вести просто пришлось три раза заходила пришлось отключиться хотя мне абсолютно выключено все випе и на все так подсушиваю подсушиваю в течение 30 секунд и следующий нюанс покрытия топом я буду перекрывать топ ты классом финишным покрытием акриловая пудра все равно имеет такую пористую текстуру поэтому топом лучше перекрывать на клиентов два слоя первым слоем просто чтобы у вас топ как бы просил вот непосредственно саму текстуру чтобы топ провалился и он будет такой не очень ровный а вторым слоем уже сделать с выравниванием и опять таки если вы увидели что где-то по торцам есть моменты которые нужно почистить просто берете пилочку и спокойно почищаете беру топ т класс зернистость это при покрытии топом смотрите она уходит на уходит и получается вообще такое очень классный очень чистый эффект с хорошими переходами первый слой первый слой я прохожу для того чтобы вбить текласт в саму текстуру вообще классные оттенки я конечно просто в восторге кайфую получаю удовольствие сделала целую палетку на эфире и все прям использовала максимально здесь абсолютно использованы абсолютно все цвета которыми которые представлены в данной коллекции в таких вариациях я их смешивала с разными эффектами из всех цветов могу выделить так вот они в чистом виде выглядят и с градиентами из всех цветов выделяется цвет 389 он идет шиммером он светлый он в два слоя классно плотно ложится но именно по самой плотности он от всех цветов отличается я покажу как буду использовать его в градиенте я тоже его задействовала смотрите какие кайфовые эффекты с шиммером получаются непривычный для меня формат потому что я как правило виду эфиры по классике все что касается там дизайнов всего конечно же все это делаю но вот именно эфир для меня это такое наверное дебют дебютный в моей очень такой многолетней многолетней практике покрываю вторым слоем здесь уже ставлю капельку конечно у меня типс большой конечно у клиента там пальчики могут быть поменьше потоньше поэтому призываю вас к тому чтобы все таки на клиентах мы работаем более детально более аккуратно но принцип работы у нас абсолютно тот же самый с клиентами нужно обратить внимание на то чтобы акриловая пудра не проседала не оставалась в пазухах поэтому тут конечно работа щеточкой обязательно берите качественно вычищайте переворачиваю с центрового переворачиваем с центровым и мне тоже хочется чтобы он такой имел приятный приятный и опрятный вид хоть это и тип все-таки пластиковый но тем не менее хочу чтобы было хорошо переворачивая с центровала отправляю сушиться и пока он у меня сушится я возьму следующий держатель и сделаю еще один цветовой вариант цветовой вариант давайте вот я например не пробовала делать вот эти три цвета все вместе у меня на палитре как раз таки этого цвета нет попробуем сейчас поэкспериментируем я тоже думаю что будет хорошо попробуем сто пятьсот тысяч вариантов цветовых сочетаний коллекция last and time потренируйте градиент много мы будем его делать совершенно точно потому что это очень красиво этот тренд возвращается техника градиента сейчас будет все больше набирать обороты будет наиболее актуальной это просто потрясающе красивая подложка именно под декорации под дизайны так обращаю внимание то что эти базу я прямо торцом кисточки прям стягиваю максимально потому что на кисточке у меня ее много и от стянула и прям возвращая во флакон стянула стянула ни в коем случае нельзя делать на этом этапе с выравниванием потому что акриловая пудра у вас ляжет неровно буду будет это все какими-то буграми так вот видите 1 волосок убрали сразу ничего лишнего не сполимеризовываем потому что отделить это потом от поверхности ногтевой пластины будет практически невозможно и это вообще может целом испортить всю работу и окончательный вариант поэтому работайте максимально аккуратно старайтесь там хранить так чтобы коробочка у вас была закрыта до волоски которые витают в воздухе все все сразу убираем я просушила отправляю в лампу еще на 30 секунд подсушивать у меня сохнет предыдущий мой вариант и сейчас сделаем еще один акриловая пудра это просто наша обычная акриловая пудра мы ее используем эти на ней даже написано для ремонта ногтей с таким градиентом ваше укрепление будет просто железобетонно держаться и будет супер стоять то есть это еще и помимо того что это имеет очень красивый декоративный эффект помимо этого еще и супер укрепления дополнительно акриловой пудрой можно пользоваться любой на ваш вкус то есть если у вас какой-то какая-то другая есть пожалуйста можно пользоваться главное учитывать тот факт чтобы она была мелко зернистая очень мелко и хорошо очищаем ее с поверхности так теперь я вот таким образом поступлю я вверх и сделаю такой цвет нас прям баклажанчик сделаю такой оттенок номер 394 это мне будет верхушечка конечно когда клиенту делаем уложили подтолкнули кутикулы остатки уже стянули ведь и он даже начинает я прям поближе прямо сразу начинает въедаться в текстуру дальше я возьму цвет infinity 390 его в центр запущу сделаю чуть его побольше чем первый вариант по ширине сочетания регулируйте конечно же сами конечно же сами смотрите как вам на ваш взгляд будет насколько вы хотите чтобы тот или иной оттенок был в приоритете больше читался такие три варианта да на первый взгляд вроде бы как совсем не сочетаемые цвета особо особенно если вы делаете градиент классическом варианте смешать их просто за замучаешься реально замучаешься их мешать просто так и опять я беру кисточку начинаю прям по поверхности хорошенечко хорошенечко там где мне нужно чтобы цвета прям смешались и я вижу что такая некоторая травянистость получается я движение делаю более мелкими мелкими смешивающими а дальше уже начинаю идти более крупным шагом более крупным шагом прохожу прохожу эти вот синий с вот этим зеленым они конечно лучше смешиваются чем фиолетовый то есть тут обрешайте внимание на цвета обязательно попробуйте возьмите тип сачку попробуйте на тип сачки и опять свободный край торец я хочу чтобы у меня все-таки сохранил такой первозданный вариант если есть вопросы какие-то пока я цвета вмешиваю один в другой мы с удовольствием можем с вами еще пообщаться отвечу и на вопросы если они у вас возникли тяну просто бомбически получается же говорю я вот делаю я кайфу получаю удовольствие от того что я делаю прям втираю 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 до носика дошла остановилась просто тут поташу тушевала чуть-чуть растушевочку такую небольшую сделала опять ведь и движение все-таки достаточно я бы сказал грубые большими шагами так и опять на непросушенный цвет акриловая пудра пошла на сход присыпали отряхнули излишки сразу убрали опять присыпала отряхнула даже при первом слое при первом смешивании вообще обалденно смешиваются четкая красивая граница получается отправляю сушиться на просушку мой там у меня уже засухарился мой первый вариант такой первый вариант который у нас получился мы его сделали из двух цветов но между ними получился 3 мы его можем сразу пока у нас первый вариант сохнет мы его сразу можем на палеточку отправить сразу прикрепим чтобы извините пожалуйста прикрепим чтобы он у нас не потерялся так наверно его сейчас куда-то сюда пока зафиксирую потом переставим так я подсушила первый слой тем не как снежком присыпаны убираю смотрите какой классный красивый получается переход чистый с первого раза вариант простой на этом этапе еще раз так как мы работаем живыми людьми мы работаем с клиентами нам нужно чтобы чисто было и аккуратно мы всегда имеем возможность на каждом этапе после просушки здесь нет задачи взять и там запилить заново или стереть все старца а просто убрать вот эту шершавую текстуру именно зернистость вы посыпаете один раз и получается не хуже прекрасно можно посыпать и один раз варианты возможны когда цвета у вас ложатся плотно может больше цвета оставляйте можно покрывать один раз здесь уже на выбор мастера так еще раз отхожу от кутикулы двигаюсь когда я второй раз покрываю я немножечко смещают цвета здесь я буду работать прямо на такое хорошее вытирание хорошее вытирание прямо втирать цвета буду один в другой и когда я второй раз прохожусь у меня такая остается подложка второй слой он все равно такой более полупрозрачный и соответственно частота градиента получаются прям на мой взгляд идеально мне очень нравится этот вариант и также прохожу третий слой проходим третьим слоем укладываю кисть на поверхность прям всей плоскостью не под 45 плоскостью и начинаю вытирать знаете как моделирование можно провести аналогию можно с одной капли выложить смоделировать и вообще сделать без опила можно с двух например на здесь точно также на вкус и цвет мастера и клиента так здесь я подхожу к носику стираю и опять вот сейчас я прям видите у меня кисточка расплющивается я прям цвета вдавливаю я прям расплющиваю сейчас я прям с давлением работаю по поверхности с давлением по поверхности что будет без пудры без пудры будет тоже градиент но будет дольше девочки здесь вопрос знаете разница технологий ну невозможно всем мастерам работать одинаково кому-то одно заходит кому-то другое мы же все разные люди это нет какого-то стопроцентного там рецепта что делайте только так хотите пожалуйста работайте без пудры это один из вариантов просушиваю отправляю сушиться и сейчас третий вариант еще хочу показать тоже очень мне понравился его можно как с тремя цветами делать так и с двумя можно поэкспериментировать можно заменить сейчас цвета заменим чтобы уже интересно было с вариантами другов других цветов покрываем топ-теклассом сейчас быстренько покрою отправлю сушиться можно ты классом перекрыть вот перетянуть тоненько чтобы он чтобы он полностью просел а сверху можно матовым покрыть что два эфира и все только глянцем перекрыла сейчас перекроем матовым кстати под вельветовый топ слайдером можно тоже перекрывать что вариантов много вариантов много выбор есть всегда так фиксирую еще один немножечко заменю цвета сделаю с другими вариантами так базовый слой перекрываем излишки счищаем очень классно кстати вот девочки кто например недавно только обучился либо сейчас в процессе обучения хороший вариант для того чтобы потренировать руку именно поставить руку на замешивание цветов потому что градиент такая техника достаточно достаточно непростая в классическом варианте то есть нужно подобрать цвета по плотности чтобы они подходили потому что если один цвет какой-то менее плотный сейчас отвечу на ваш вопрос когда цвета менее плотные с более плотными их в таком виде смешать но просто вообще очень трудно очень трудно получать цвета смотрите если ряд получается на пудре я и много их переделала и по моим наблюдениям ряд от того что цвета много больше нужно счищать чуть больше оставили цвета то есть когда просто цвета в чистом виде смешиваются с друг другом они рябить начинают а когда мы их именно втираем то есть самого цвета очень мало они проваливаются в пудру и переход получается более плавно возможно многовато цвета ведь у меня салфетка под рукой которую я очищаю кисть постоянно то есть излишки цвета которые на поверхности их постоянно снимаю кисточкой таким способом по градиенту вы можете брать цвета разной плотностью разной плотности я сейчас вот именно к этому третьему варианту подхожу я на палитре показывала что здесь например все цвета очень плотные а вот шиммерные они не такие по плотности именно по плотности цветного пигмента если мы их возьмем например два цвета в чистом виде более полупрозрачный и более плотный они очень плохо будут смешиваться можно смешать вообще знаете нет предела совершенству и в наших наших силах сделать все что угодно главное захотеть вопрос просто насколько это целесообразно насколько вы готовы там потратить очень много времени мы же всегда стараемся себе жизнь упростить упростите и работать максимально эффективно поэтому варианте с акриловой пудрой можно с плотностью цвета вообще не заморачиваться то есть цвета смешаются лягут абсолютно все так ну какой вариант давайте опять начнем с синего эти девчонки кто-то пишет и вообще в один слой делаю меня офигенно получается классно поэтому тут каждый выбирает максимально такой лайтовый вариант для себя удобный комфортный где даже влезла чуть-чуть на другой цвет ну сейчас мне это все смешается видите плотность разная и когда цвета много он блестит на поверхности поэтому я кисточку всегда очищаю по салфетку уложила вот как только я увидела что у меня на кисти сверху на ворсе сверху вышел цвет значит у меня цветового пигмента то есть материала много на поверхности начать я беру и счищать начинаю здесь начинаю втирать ведь и вот если близко поднесу вот фокус как раз таки у меня трава и получается там где много цвета акриловая пудра должна быть прозрачной но смотрите главное чтоб она не было там зеленый или розовый какой-то цветной у нас она не прозрачна она беленькая на как мука но только очень мелкая может быть у кого-то в других производителей она там при более прозрачная ну как правило даже то что прозрачная но в баночке в большом объеме белая счищаю опять таки видите счищаю излишки я прямо сейчас давлю на типс прям поддавливаю на него для того чтобы у меня один цвет наехал на другой здесь именно делаю усилия потому что мне важно чтобы меня цвет просел то есть заполнил пространство между зернистостью самой непосредственно пудры смотрите вот я сейчас такую подложку сделала и там где я вижу что у меня граница например не четко эти более размашистыми движениями я начинаю стягивать сейчас она у меня где-то с небольшими проплешенками это первый слой который я засыплю сверху не просушиваю акриловой пудры так пока засыпаю смотрю на вопросы девочки если вдруг я пропустила какой-то вопрос вы продублируете потому что телефон надо мной стоит камера и не всегда я могу вовремя прочитать ответить постараюсь присыпала отправляю сушиться также на 30 секунд так у меня же здесь типс еще остался который я хотела покрыть топом матовым матовым топом вообще по такие тона по такие такие прорисовки очень классные декорации просто вы сделали сделали тон сверху перекрыли это все шермиконами это вообще это такой кайф это очень красиво смотрится то есть в этом читается и сложность одновременно и при этом делать это не очень сложно по факту я прям хочу сделать какие-нибудь классные ногти именно с градиентом поработать на живых руках пофоткать вот сегодня у нас вторая технолог юля нашим вдвоем с ней команда вот и я и сегодня буквально говорю слушай так кайфу от этого градиента мне прям хочется сделать моделирование такой какой-нибудь прикольным стиле это например он такой на большой длине знаете чтоб можно было разгуляться и что-нибудь да она говорит что даже готова дать мне свои руки для этого в общем надо выбрать время чтобы покайфовать потому что я уже говорила в начале эфира что я всегда веду по классике эфиры какие-то такие более классического моделирования и далее а именно что касается дизайнов мне никогда руки не заходят а тут я прям удовольствие получаю так не то делаю немножечко не то хотела сейчас уберу предположим что мы насытили цветом и под кутикулы заговорилась и понимаю что немножечко не то сделала ну как будто я взяла сейчас клиенту и под кутикулой вывела цветом я хотела вот так пойти добавить полупрозрачный то о чем говорили с полупрозрачным эффектом прохожу полностью по поверхности также втираю втираю до середины даже чуть чуть больше а на кончик на свободный край я возвращаюсь тому цвету с которого я начинала таким образом сразу предупреждаю вопрос можно конечно взять и просто покрыть финишем с блестками но эффект другой получается эффект другой не такой прикольный я думаю что еще раз скажу о том что было бы желание все получится на самом деле всегда мастера занимают свою нишу занимают свою нишу и всегда находятся именно так клиентская база под мастера да то есть если кто-то моделирует арочные ногти и на этом специализируются у него всегда будут клиенты которые будут готовы сидеть там по 4 по 5 часов и моделировать просто какие-нибудь офигенные там креативные длинные ногти то есть мастер без работы никогда не останется если вы хотите сделать акцент именно на крутых покрытиях на крутых на сложных градиентах я вообще абсолютно уверена что у вас это получится нишу вы свое найдете особенно если вы будете себя рекламировать особенно если вы будете показывать что это ваша фишка это ваше умение успех вам обеспечен я в этом уверена если у вас есть в голове какие-то вообще любые любые идеи их нужно стопроцентно реализовывать потому что если вы что-то делаете варианта как минимум два ну либо получится либо не получится да а если вы ничего не делаете вариант всегда один не получится по любому я голосую за то чтобы все же делать чтобы делать нужно творить нужно заниматься творчеством это окрыляет это вдохновляет это дает сил посмотрите как классно сейчас с шиммером получилось он вот эту сложность цвета немножечко под выровнял я специально его вбиваю прям вытираю вытираю плотно-плотно прохожусь если бы я на первом слое так делала и не прибегла к нанесению второго слоя мне бы такого эффекта не получилось или просто если бы я взяла и перекрыла топом с шиммером тоже такого эффекта бы не получилось просушиваю и тип готов к покрытию покрытию финишному классная тема вот на самом деле градиенты я прям еще раз повторяюсь это тренд все возвращается все циклично поэтому в будущем сезоне градиента будет очень много очень много не буду раскрывать все фишки вот но по крайней мере я буду очень много работать с градиентом вот и я думаю что все будущие цвета будущие оттенки новых коллекций они прям будут способствовать тому чтобы работать с градиентом вот поэтому я прям призываю к тому чтобы вы сейчас нашли времечко даже если вам не кайф заморачиваться на клиентах просто посидеть и попробовать попробовать сделать это хотя бы на типсе для того чтобы поднабить руку и натренировать я беру топ-текласс и начинаю перекрывать смотрите вот шиммер он прям вбился вовнутрь и он еще больше подчеркнул план из перехода цвета я его прям стерла прям на нет то есть первый слой я сделала с тремя цветами а второй слой я взяла два цвета но разных по плотности девчонки кто задавал вопрос по плотности именно для этого для того чтобы как бы через второй слой подсвечивалась и он смешался со вторым и в общем короче классно мне нравится то что я делаю вот и мне кажется что это очень круто и я вам всем тоже желаю чтобы вам всегда нравилось то чем вы занимаетесь чтобы вы получали от этого максимально удовольствие потому что знаете как в этом не знаю кто сказал работа перестает быть работой когда мы любим то чем мы занимаемся так у меня подсох беру второй второй слой второй слой так что-то попало сразу убирайте вот смотрите на самом деле какая история коллекция это осень-зима понятно но при разном сочетании при разном сочетании цветов можно вывести в разные то есть тут может быть и осень-зима и может быть и весна и даже где-то лето то есть цвета настолько классные на первый взгляд кажется что она какая-то такая темная даже отзывы были ой а что то у вас такие цвета в этой коллекции типа прям какие-то непонятные да офигенные цвета цвета офигенные смешиваются друг с другом смотрите какие суперские получаются эффекты поэтому все зависит от вашего настроения вот хотите осень-зима хотите можно и в весну плавно перейти так ну что давайте посмотрим что у нас получилось работали мы сегодня коллекция last in time мы выполняли градиент на мой взгляд максимально простой вариант градиент по акриловой пудре градиент подойдет и для начинающих мастеров которые только пробуют свои силы очень хорошо хорошо нарабатывается вот эта техника смешивания приходит понимание не все шмы колористы да то есть приходит понимание какие цвета посочетать какие будут прикольные друг с другом смотреться сочетаться акриловую пудру для этого используем нарабатываем набиваем руку я возвращаюсь к своей палитр очки выложу сейчас хочу выложить то что у нас сейчас вами на эфире получилось я добавлю их к предыдущим моим градиенте к целая планшетка у меня образовалась целая планшетка смотрите в матовом тоже вообще бомбически смотрится от акриловой пудры не липнет у меня хорошо живучек сейчас сейчас зафиксирую ой ну прям огонь вы все смотрите как красиво как красиво я прям сама смотрю не на радость и вариант который идет с шиммером кстати вот все вот предыдущие сейчас тоже поближе пройдусь посмотрю они тоже таким способом сделаны когда первый слой я брала в чистом виде цвета смешивала а второй слой я добавляла шиммер и его смешивала с тем цветом который мне приходит на кончик на свободный край посмотрите какие классные варианты сегодня мы использовали коллекцию last and time осенне-зимняя коллекция классные подложки для мастеров которые любят делать дизайны очень хорошо будет смотреться шермиконом золотом серебром такая основа под под зиму под любые пожалуйста набросали снежинок на на фаны да набросали каких-то веточек у нас очень классно зимние декорации к этим оттенком подходят поэтому всем рекомендую рекомендую тренироваться рекомендую творить красоту и получать от этого удовольствие всем хорошего дня спасибо большое за эфир мы обязательно сохраним если у вас остались какие-то вопросы я вам обязательно отвечу всем до свидания спасибо